МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В сегодняшней программе главная тема речь пойдет о том, как в нашей республике реализуются инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места, ведется подготовка и переподготовка кадров. А комментарий главы Чувашии Михаила Игнатьева поможет нам лучше понять, чем и как живут большой и малый бизнес. Экономическая политика в республике направлена на развитие кадрового потенциала в реальном секторе экономики, куда направляются многомиллиардные инвестиции. И тут главной приметой дня стало создание ресурсных центров по подготовке технических специалистов, когда работодатели и преподаватели средних профессиональных учебных заведений готовят их совместно. И если в масштабе России этому только теперь станет уделяться должное внимание, 3 марта Дмитрий Медведев подписал правительственное распоряжение, направленное на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы, то у нас этот процесс уже набрал неплохие обороты. Так, в 2013 году договор о сотрудничестве заключили открытое акционерное общество, научно-производственный комплекс «Элара» и Чебоксарский электромеханический колледж. Огромную роль в создании ресурсного центра сыграли директор Чебоксарского электромеханического колледжа Алексей Алексеевич Судлинков и генеральный директор ОАО «НПК «Элара» Андрей Александрович Углов. Но, как оказалось, причастен к этому и глава Чувашии. У нас Михаил Васильевич на предприятии бывает регулярно, был активным на поддержку, когда вы получили загрузки наших производственных мощностей. И вот как-то во время чиновного визита, 3 года назад, и был тогда Алексей Алексеевич, Судлинков обсуждали вопросы подготовки комплексных специалистов. Но в итоге сегодня мы находимся в этих лабораториях. За эти 3 года более 5 миллионов рублей было вложено в техническое приложение колледжа. И сегодня колледж готовит специалистов максимально адаптированных к «Элару». Пять мастерских колледжа, где готовятся радиоэлектронщики, оснащены современной мебелью, паяльными станциями и другими технологическими приборами, точно такими же, как на «Эларе». Преследуется одна единственная цель, чтобы работодатели с учетом спроса на рынки труда могли получить готовых, способных выпускников, владеющие навыками, определенной практикой. Чебоксарский электромеханический колледж имеет в своем составе 4 ресурсных центра по 5 профессиям и 9 специальностям. Это центр электротехники, с которым мы познакомились, а также центры энергетики, информационных технологий и машиностроения. Операторов станков с числовым программным управлением, фрезеровщиков и токарей готовят на производственной площадке «ХААС», созданной концерном тракторной заводы. В мастерской установлены высококлассные обрабатывающие центры, оснащенные компьютерами и симуляционным оборудованием. А многие детали, прошедшие через руки учащихся, имеют реальное применение. Как обучаются наши студенты? Нормально, неплохо. Желание? Получается? Самое главное, пожелаю. Научитесь, на этом станке работают. Без зарплаты никогда не будете сидеть. Все они очень горят в глаза. Слова огромная сейчас на этих специалистов. Пришли 9 экономистов с высшим образованием, взрослым. Мы в течение трех месяцев у них делали операторов станковщиков. Посчитали зарплату операторов за 30 тысяч. Все прикинули. Взрослые и таких, знаете, каждый месяц группа формирует. С высшим образованием. С высшим образованием. Вот у нас в одно время была тенденция поступать на юрфаки, на экономические факультеты. Ну вот сейчас бы вот что вы посоветовали? Наша задача совместными усилиями, комплексно оценивая рынок труда, спрос работодателей на рабочую силу, максимально доводить эту информацию и минимизировать все эти ошибки, которые эти молодые люди могут допустить в своей жизни. То есть диплом с высшим образованием, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, как вы сказали, экономистов много. Все дипломы с высшим образованием, они в одно место идут. Если квалификации нет, их через определенный период времени увольняют. Или они сами увольняются. Можно было пять лет не тратить время, пойти и получить среднепрофессиональное образование и не тратить уже время на перебор готовности. Опыт партнерских отношений электромеханического колледжа и ведущих промышленных предприятий интересен не только российским регионам, но и Западу. В сентябре в Чебоксарах пройдет международный семинар, в котором примут участие представители девяти стран. За последние пять лет на территории Чувашии реализовано 100 инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранного капитала, что позволило создать 12 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Добрый день! Добрый день, рад вас видеть! Здорово, хорошо начали говорить! Стараемся, стараемся! Антонио Ленарос Нагера, директор заводов «Рока Групп» в России, куда входит общество «Керамика», не только обходится без переводчика, он стал еще и патриотом нашей страны и Чувашии. «Рока Групп» является ведущей в мире компанией по производству изделий для ванных комнат. С 2007 года заводы санитарной керамики «Сантех» в Чебоксарах и Новочебоксарске стали ее частью, а в 2011 году «Рока Групп» ввела в строй еще один завод в Новочебоксарске по производству обычных и гидромассажных ванн из акрила. Инвестиции западного партнера составили 536 миллионов рублей. Создано 92 высокотехнологичных рабочих места. Объемы продаж изделий растут, как и уровень доверия между главой Чувашии и руководителем компанией «Рока Групп». Я убеждаюсь в том, что люди сегодня имеют на этом предприятии прекрасные рабочие места. Все вопросы безопасности, охраны труда соблюдаются. У людей хорошее настроение, это во-первых. Во-вторых, касаясь темы импортозамещения, то, что они открыли здесь производство, сегодня они по цене проходят на потребительском рынке. Не было бы этого завода, они бы завозили с Испании, с других стран Евросоюза. Это было бы намного дороже. Все вопросы по отчислению налогов, небюджетных источников, они выполняют. Тем самым мы пополняем нашу доходную часть. Появились точки роста. В Российской Федерации всего 7 заводов. Я хочу подчеркнуть, 3 завода у этой компании на территории нашей республики. Я полагаю, что в перспективе они реализуют на территории нашей республики еще несколько идей, несколько проектов. Я благодарен всем тем акционерам, которые реализовали данный проект на территории нашей республики, тем более в городе Новочебоксарске, потому что в Новочебоксарске, если взять 4 года назад, уровень безработицы был очень высокий, 9%. Митинги, возмущения, сегодня вопросы все сняты. Уровень безработицы составляет в Новочебоксарске, в моногороде, менее 1%. Насколько я владею информацией, в Испании сегодня уровень безработицы очень высокий. Ближе к 30% доходит. Поэтому они полюбили Россию. Они сказали, я патриот России, мне очень это нравится, я рад и горд за ваши дела. И будем дальше двигаться. И мы будем оказывать вам всяческое содействие. Как было организовывать бизнес в Чувашии, на территории нашей республики? Бизнес был организован хорошо и легко, и с успехом. И мы сейчас собираемся тоже и рассматриваем другой склад, в котором мы можем разместить вот такой же склад здесь. И это нам позволяет в два раза больше увеличить нашу мощность в этом заводе. Не только крупные заводы, но и малый и средний бизнес в республике обретают новый облик, новые черты. И это результат всесторонней государственной поддержки. Закрытое акционерное общество, научно-производственное предприятие «Спектр» в Новочебоксарске – это высокоотлаженное производство, где реализуются смелые проекты, направленные на импортозамещение. Директор предприятия Сергей Михеев начал представлять главе Чуваши достижение коллектива уже с порога. В Европе и в Российской Федерации никто не предлагает ни «Ти-Курила», ни «Дюпон». Если раньше они были лидерами в этой области, то сегодня мы предлагаем 33 цветовые расцветки при термостойкости до 900 градусов. Куда вы собрались? На обед? Нет? Нет? Через три года сколько планируете вообще обороты прибавлять? У нас генеральный директор бывшей военной ставит задачу, как минимум, каждый год на 25% увеличивать объем. Так что планы грандиозные, если за три года это 75% прирост. Раз вы конкурентны с другими производителями мира, доллар, евро, для них, с одной стороны, хорошо, но для покупателя-то отечественный товаропроизводитель сегодня выгоден, когда качество и цена одинаковые. Вы же по цене можете ездить? Поэтому у вас спрос сейчас будет увеличиваться? Так что... Качество, мне кажется, даже намного выше, чем в интернете. Хорошей высоты-то. Правильно отвечаю. Коллектив НПП «Спектр» небольшой, в нем 61 человек. Но все патриоты и профессионалы. Главное инженера, значит, со стажем работы в химической отрасли 35 лет, шугаем, не доверяясь. Вы практически не оставили свою профессию, нашли свое достойное место на данном предприятии «Спектр». И, по сути дела, воспитываете сегодня, как уже наставник молодых людей. Это очень важно. В последнее время Чувашия активно налаживает экономические связи с самым молодым регионом России, республикой Крым. Участвуют в этом и наши предприятия. Задача им была поставлена за два дня найти в России термостойку эмаль. С Крыма приехала легковая машина. Мы им создали специальную рецептуру термостойку эмаль, золотую. Через двое суток получили разрешение проблем. Михаил Васильевич, вот по поводу развития малого бизнеса. Все-таки у нас бизнес малый сегодня – это не только торговые палатки, это не только сфера услуг, а вот такие стали замечательные производства, конкурентоспособные образовываться. Будут больше предпринимательные такие? Инициативных, с идеями, с проектами мы всегда поддерживаем. Если взять цифру оказания государственной финансовой поддержки, за последние годы, буквально за последние четыре года, мы выделили почти полтора миллиарда рублей. Малому бизнесу. Да, за пять лет практически один миллиард семьсот миллионов рублей. Это огромные средства. И я абсолютно уверен в том, что перспектива за развитием малого-среднего предпринимательства. Макроэкономика, крупные заводы, они не совсем гибкие, потому что нам нужны миллиарды рублей на реконструкцию, на модернизацию. Эта махина тяжело крутится. По примеру, допустим, даже возьмем концернно-тракторные заводы. И мы в этом году рассчитываем, что предприниматели по объему производства продукции не будут ниже, чем в прошлом году. Наоборот, будут сроки. Казалось бы, визит закончен, но главный технолог Светлана Толстошеева приглашает Михаила Игнатьева заглянуть и в лабораторию. Там главу республики ждет сюрприз. Приготовлены кисть и краски. Для чего, сейчас узнаем. Берем кисть, Михаил Васильевич, макаем, растираем. Растираем почти до кухов. Это метод святой кисти. Я сейчас вам покажу, посмотрите, и пошли. Ну, вот видите как. Значит, у вас среди на прессовании было 5. Мы же краску кисточку держим в руках. Смотрите, как замечательно. У каждого свое видение патинирования, поэтому каждый делает это по-своему. А вот такой светильник сколько стоит? Садовый? Садовый светильник? Садовый? Да. Михаил Васильевич, сделай, то нам скажут. Я просто думаю, сколько вы тут накинете за то, что глава республики вам его оформляет. Это безвозмездно, это безвозмездно. Получилось неплохо. Красота, как говорила героиня Фаина Ироневская, это страшная сила. Чтобы навести ее правильно, требуется умение. И сейчас мы наблюдаем за тем, как учится делать маникюр Татьяна Полеева. Она осваивает новую для себя профессию в учебно-методическом центре Аспект Государственной службы занятости населения Чувашской республики. Я выбрала эту сферу из всех предложенных. И как бы после, считай, мне тоже девочки сказали, что очень многие, что очень в аспекте, очень хорошо обучают. И многие добиваются успеха в своей работе. Аспект – многофункциональное учебное заведение дополнительного образования с мобильной и гибкой системой обучения граждан. Подготовка ведется по 60 специальностям. Главная задача – помочь людям, потерявшим работу, вновь ее обрести. Услугами Аспекта, который отметил свое 22-летие, воспользовали 170 тысяч человек. Насколько результативным может быть обучение в Аспекте, можно судить на примере Марины Ибрагимовой, с которой глава Чувашии, Михаил Игнатьев, встретился в Сосновом Бару на левом берегу Волги. В 2010 году я осталась безработной и в центре занятия. Я встала, получила первые 60 тысяч. Из этих 60 тысяч рублей я купила мэнсбук и пылесос. Все, что ей потребовалось, чтобы заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью. В мае 2015 года решила диверсифицировать бизнес и приобрела вот это строение, где намерена организовать физкультурно-оздоровительный центр на 60 мест. Есть плана поставить срубы банные, комплексы для семьи именно, чтобы с маленькими детьми не могли приезжать, потому что здесь воздух хороший. Семейный отдых здесь организовать. Марина Ибрагимова умеет добиваться цели и придавать новые направления своему бизнесу. Она открыла прачечную химчистку, оснастив ее итальянским оборудованием, на котором обстирывает свыше тонны белья за день не только учреждений города Чебоксары, но и целого ряда районов Чувашии. Вы подготовьте свои предложения через Министерство экономического развития, Министерство здравоохранения. Мы попытаемся чем-то оказать вам содействие. И в принципе надо развернуть эту территорию. Михаил Васильевич, вот у нас сегодня в программе получилось очень много положительных примеров, как мы реализуем инвестиционные проекты, как обучаем кадры. Вот как вы все-таки по большому счету расцениваете сегодня ситуацию в экономике республики, вот все-таки с таким вот явлением, как безработица? Количество безработных, которые по закону, имея на это право, пришли в службу занятости и встали в очередь, их 13,5 тысяч населения. Два месяца назад, три месяца назад было где-то 18 тысяч. Количество снижается, это с одной стороны. С другой стороны, сегодня работодатели на рынке труда просят рабочую силу с уровнем зарплаты не менее 12 тысяч, 15 тысяч. Эта динамика тоже улучшается. Если взять два года назад, там 7-8 тысяч предлагали. Те соискатели, те безработные, которые сегодня хотят трудиться, они все могут трудоустроиться. Мы в своей программе предусмотрели соответствующие бюджетные средства. Те предприятия, организации, коммерческие направленности, которые проводят оптимизацию штатной численности, сокращают своих тружеников, то мы их, принимая службу занятости, готовы переобучить, готовы переквалифицировать за счет бюджетных денег. Это практически очень хороший вариант разрешения этой проблемы. Касаясь уровня доходов, динамики, рост есть, но в то же время в сравнении с теми регионами, ну, в общем, в Республике Татарстан, мы все равно ниже. Мы ездим, встречаемся, люди поднимают этот вопрос и будут поднимать. Самая главная наша задача создавать благоприятную среду для того, чтобы высокотехнологичные производства открывались, производительность труда была достойной. От этого, конечно, будет уровень зарплаты. Конкурентная среда, когда есть, то, соответственно, работники будут трудоустроиться в те предприятия и организации, где уровень зарплаты на сегодняшний день удовлетворяет их. Если взять электротехнические классы, там уровень зарплаты 2-2,5-3 раза выше, чем средние по экономике. 40-45 тысяч уровень зарплаты хороший. Вот такие предприятия мы должны больше открывать и создавая среду, комфортную среду, чтобы они могли реализовать свои проекты. В перспективе стратегии до 2020 года у нас предписано привлечь еще дополнительно почти 100 миллиардов рублей для того, чтобы вот эти производительные рабочие места создавались. Ну, я думаю, что мы сегодня достаточно полно обрисовали картину и созданием новых рабочих мест, и с переподготовкой кадров, и реализацией инвестиционных проектов. И все это мы как бы услышали из первых уст. Спасибо вам большое, Михаил Васильевич. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся совсем скоро в очередном выпуске программы «Наша Республика. Главная тема».